Всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Оксана. Сегодня хочу вам показать небольшие покупки. Я заказывала ткань, потому что планирую также сшить еще кое-какую одежду на весну. Прежде чем сшить, конечно, я подумала сначала, что бы мне хотелось сшить. Заказала ткань и покажу вам, что я заказала. Также расскажу свои планы о том, что я планирую сшить. И покажу поближе все покупки, которые ко мне пришли. Я начну с тканей. Возможно, вы уже видели, те, кто подписаны на меня в Инстаграм, я уже делала фото этих тканей. Сейчас покажу поближе и расскажу, что я запланировала, какую одежду сшить из этих тканей. Здесь сверху лежит белая трикотажная ткань. Я хочу сшить футболку на лето. У меня уже лежит распечатанная выкройка готовая. Я также буду сшить футболку и расскажу, запишу, конечно, видео и расскажу, где я взяла выкройку. И хочу сшить футболку на лето. Это трикотажная ткань с добавлением эластана, по-моему, плотностью 200 грамм. И 92% хлопок, по-моему, и 8% эластана. Вот так вот выглядит. Поближе покажу. Хорошо тянется. И я решила сшить такую белую базовую футболку. Я заказала метр. Думаю, что мне даже здесь хватит на две футболки. Обязательно также запишу видео, как я уже сказала. И вы всё сможете увидеть на канале. Дальше. Я хочу сшить трикотажный костюм. Только такой более лёгкий. На весну, на лето. И я выбрала такой светлый оттенок. Потому что хочется что-то более светлое. Так как я уже сказала, на весну, на лето. Я хочу сшить трикотажный костюм. Чтобы это был такой свитшот без капюшона. Потому что летом мне капюшон не нужен. Тоже такой свободного кроя. Возможно, он будет укороченный. И брючки тоже. Не знаю, может внизу без резинки. Я ещё точно не определилась. У меня есть, в принципе, выкройка светшота. Наверное, я буду сшить по той же выкройке. По журналу Бурдапа, который я сшила светшот. Брюки у меня тоже есть выкройка. Я уже сшила костюм трикотажный. Только на зиму был такой тёплый. С начёсом внутри. И я очень осталась довольна, что я сшила этот костюм. Потому что я его носила всю зиму. Мне очень удобно. Так как у меня есть ребёнок. И для того, чтобы долго не собираться куда-то на улицу. Очень удобно одеть трикотажный костюм. Пайту, брюки, пуховик. И можно идти в детский сад, либо на прогулку. И также хочу сейчас сшить трикотажный костюм. Потому что это такая удобная, комфортная вещь. Также сейчас очень модно. Трикотажные брюки, светшоты, пайты. И я думаю, что это просто незаменимая вещь. Такая базовая в гардеробе. И вот такой я выбрала красивый бежевый оттенок. Это тоже трикотаж плотностью 260 грамм. Здесь также 92 это хлопок состав. И 8% эластан. Он тоже тянется. И я буду сшить с него трикотажный костюм. Потому что я считаю, что он обязательно должен быть в гардеробе. Как тёплый, так же более лёгкий. И обязательно также сниму видео. Расскажу и покажу, что у меня получится дальше. Также на манжеты, на пояс я заказала такой же в тон. Таким же цветом отрез кашкарсе. На манжеты, на воротник. И возможно на манжеты на штанах. Я ещё точно не знаю. Я буду делать манжеты. Либо сделаю просто на резинке. Или просто оставлю вообще низ. Будет такой не подшитый. В общем, ещё подумаю. Также вот такой серый. Я хочу сшить костюм для Саши. Тоже трикотажный. Это тоже такой более тонкий трикотаж. Тоже 260 подность у него. И такой же состав, как и у бежевого. Хочу сшить Саше тоже костюмчик, брюки и свитшот. На весну вот сейчас ходить. Хотя сейчас мы костюм ей уже купили. Но я думаю, всё равно, наверное, я и сошью, чтобы этот костюм был тоже такой серый. Красивый оттенок. На лето, вечером, на прогулку. Как раз для ребёнка будет, я думаю, удобно и комфортно. Хочу сшить также и для Саши. А ещё. Также я заказала опять резинку такую атласную. Я уже рассказывала в предыдущих видео о том, что я планирую сшить юбку из фатина. И я заказывала резинка. Была у меня она такая ярко-розовая. Потому что не было вот такой в наличии. И сейчас она вот появилась. И я всё-таки решила дозаказать. Это такая же резинка, как я пришивала на юбку, которую шила из гофрированной ткани. Только там она в таком бежевом, в кремовом оттенке. А здесь вот такой нежно-розовый цвет. И я планирую сшить для Саши юбку. У меня лежит уже ткань. Всё готово. Единственное, осталось только вот шить. Также запишу видео, обязательно покажу. Вот такая тоже резинка. У меня она будет на пояс. Я её хочу пришить на юбочку. Дальше также это нитки. Я заказывала бежевые нитки, потому что у меня нет бежевых. И потом подобрать также к ткани. Потому что в наличии, например, не всегда есть те нитки, которые нужны по цвету, либо их недостаточно. В общем, получилось вот так. Я заказала для костюма, для этой ткани. В общем, в таком бежевом оттенке. Такого вот бежевого, который прям подходит сюда, подойдёт под эту ткань. Его нет в наличии. И вот такого цвета тоже было, по-моему, две катушки или три. Поэтому пришлось дозаказать вот такие, в таком цвете. Ну, в принципе, я думаю, что тоже чуть-чуть темнее, конечно, нитка, чем ткань. Но я думаю, что подойдёт. Вот этот больше всё-таки подходит. Вот этот посветлее, конечно, лучше подходит, чем этот тёмный. Но таких ниток не было. Поэтому вот то, что есть, к сожалению. Также я заказала серые нитки для серого костюма. Дальше. Вот такие иглы. Эта игла идёт для трикотажных тканей, для стрейча. Здесь написано к оверлоку. И это с шариком идёт игла. Размер получается у меня здесь идёт 80-90. В общем, для оверлока, для трикотажных тканей, для стрейчевых. Я думала, что у меня нет игл, как оказалось, есть. Но я решила подстраховаться, заказать ещё. Также я заказала, хочу сделать на костюме вот такую аппликацию. Такая овечка, чтобы было как-то разнообразие, чтобы он не был таким серым, скучным. Поэтому я придумала пришить вот такую аппликацию. И ещё заказала замочек. Молнию, так как планирую шить брюки. Она не совсем, конечно, мне подходит по цвету. Но ничего другого не было. Тем более сейчас магазин тоже у нас закрыт. Я надеюсь, что он уже на этой неделе откроется. Возможно, на следующей. И тогда я уже смогу сходить и подобрать именно молнию по цвету. Но на всякий случай я заказала такую. Она мне, конечно, немного тёмная. Для той ткани, которую я планирую заказывать для брюк. Но, возможно, будет другой цвет. И будет выбор. Я смогу выбрать что-то более подходящее. Это, в принципе, всё, что ко мне пришло. Также я ещё планирую заказать ткань. Хочу сшить брюки. И не только брюки. Также, в общем, пусть останется это в секрете. Также, когда придёт ткань, я уже тогда подробнее расскажу, что я дальше ещё планирую шить на лето. Думаю, что следующее я сошью футболку. Так как у меня уже лежит готовая выкройка. Ткань у меня тоже есть. И поэтому буду сшить, наверное, футболку. И обязательно сниму и расскажу всё. И покажу, что у меня получится. Поэтому, если не подписаны на канал, подписывайтесь. Буду вам очень рада. Также ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. И на этом всё. Я с вами прощаюсь. Всем пока!